Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Короче говоря, написано про то, что в результате всего там он в свой кошмар провалился, у него что-то там бессознательное, просто помутнение рассудка какой-то у нашего главного героя. Ну почему нам вечно приходится играть с каких-то психов? Смотрите, а хорошо сделано, да? Ох, как темно Это его семья Жена и три ребенка Время на часах Почти четыре Доктор, это... это ненормально, доктор Ладно Да елки-палки Мне уже не нравится то, что тут происходит Да офигеть Ооооо Это как-то все слишком извращенно Слишком... Так Ну дверь Не скрывайся-то, пожалуйста какого черта происходит это офигеть это же то это такое вообще чуть темно то так куда я иду зачем я сюда иду я бы не пошел сюда будь я во сне хотя хотя во сне мы часто не контролируем свои движения верно мотивацию и это что еще такое что-то надел что я надел я что-то надел мы опять играем за героя с темным прошлым хорошо у ты прям как он они живы офигеть здесь комментирует нечего здесь тупо офигеть офигеть вот эти эмоции что это вообще извращенный такой что это твою мать это еще так айдем айдем ой нафиг закрой дверь пожалуйста вот когда нужно ты не закрываешь дверь что-то меня аж передергивает и начало я я не ожидал такого от этой игры ну и в пать максио происходит конечно же какого черта это что вообще такой хорошо допустим все ну ладно только я не уверен что я хочу сюда идти в итоге-то нет но это просто не нормально в том же твою мать в том же я не знаю сайлент хили такие моменты врубались чтобы попугать игрока а потом давали ему время расслабиться успокоиться а тут вся игра такая будет что ли я же не вынесу этого это это просто что происходит куда попал блин как говорится с места в карьер в баре было тихо тихо даже просто вообще звенящая тишина была они что закрылись пока я был в туалете я потерял чувство времени мне нужно было найти куда все исчезли чтобы все вернулось к своему нормальным состоянию это что было такое вообще ну ладно я уж подумал вся игра такая будет этого нужно это наш герой да судя по всему этот кепочки наш сохранимся и мы в каком-то на и дерьмове шумнанской туалете если у нас как это реклама нового фильма экспендаблс похоже давайте убираться что ли а зачем так делаешь дверь вернее руку зачем так выставляешь так женского лет девочки не знаю по моему всегда было самое страшное это именно остаться в каком-нибудь людном месте но остаться одному то есть я хочу сказать что в каком-нибудь общественном месте вот просто понять что в городе ты один скажем это пугает на самом то деле ну наш герой конечно не саймон пока что как личность вообще не раскрылся но похоже тоже наркоман еще тут да где все они что закрылись так держи так время от времени так выясните где все хорошо хозяева так комната служебное помещение давайте тут осмотримся понятно пока никого не отдавайте выставим их кассы не дают отлично хороший бар судя по всему да я правда не понимаю как то они то есть тут всего 80 душ на такое огромное помещение ну ладно она закрыта я не могу открыть доска объявлений ладно нам похоже внутрь а он там что такое а он там что такое а просто блик дай дай не хочет брать к сожалению не так это у нас щитовая бойлерная да где все это елки-палки да точно щитовая фонарик бы мне не помешал 240 вольт ну что это было или нет холодильник это отвратительно я здесь больше никогда не буду кушать знакомые есть работает на мясокомбинате я видел из чего готовится колбаса и тому подобное я никогда их больше кушать не буду у нас тут похожий случай что там было то такое мне показалась ли вот эта дверь мне показалась ли вот эта дверь дверь пожарного выхода заперта наверное где-то в офисе есть ключ то есть не пожарного а запасного служебного ну увидите да это это не просто модификации кафлайф это глобальная то есть полностью переработанная вещь на движке просто здесь свои текстуры свои модели все свое озвучка звуки звуки то по моему старые так офис меня правда раздражает вот эта вот рука когда он как-то странно это выглядит то что он рукой все это делает ну хорошо ладно мы нашли ключ я даже знаю куда его применить пойдемте это конечно нам ни капли не проливает свет на то куда все подевались тем не менее так тут у нас гараж склад закрыт по прежнему все потепите нафиг на выход что-то у меня мурашки похожи от этого места как же здесь я чувствую что я должен пойти в сервис центр возможно там кого-то найду как бы говорить мне не хотелось но самый ближайший путь это служебный тоннель под домом то есть нам куда-то сейчас в канализацию что ли лезть или просто какой-то а вон там похоже судя по голосу наш герой молодой ну собственно мы его видели внешне так а тут что нам вообще как я понял нужно идти вот сюда так давайте посмотрим что у нас здесь мало ли что здесь у нас вообще ничего хорошего нафиг уходим отсюда что-то мне тут совсем не нравится да бродить в одиночестве по ночному блин я уже теней боюсь показалось что тут что-то движется по ночному городу это не очень круто так дверь не поддается дверь не открывается тут мы тоже никуда пройти не можем все пойдем куда нам нужно короче говоря давайте мы к чувствительности убавим а то он прям как сумасшедший я люблю где-то вот так вот приблизительно в этих пределах и чуть-чуть прибавим гамму потому что вам youtube вообще полностью все затемнит иначе хорошо чуть-чуть более плавно замок кто-то испортил кто-то испортил кто-то испортил замок нужно его чем-то сбить или срезать возможно говорит я найду магазинчики в конце улицы в конце улицы так ну хорошо допустим почему бы нам не взять вот эти вот пассатижи не хотим вот эти кусачки босс 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 меня посылал один раз сюда чтобы я дрель принес или нет вообще не таскал по моему он сказал что на замену сюда как-то присылал поработать так ну хорошо тем не менее и почему что скажем это не берет он инструмент которым могли бы помочь я не понимаю а ну вот это вообще подойдет вот таким то точно можно срезать болт кара ну теперь ты срежем труборезом то ну теперь ты срежем труборезом то и ну и 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 на полу заставил меня ошарашенно остановить и это звучало бессмысленно но как то я знал что она была адресована мне она лежала здесь была помещена сюда ждала именно моего пришествия это письмо давало только одну зацепку адрес на улице блок 12 И почерк, кроме того, был, на удивление, знакомым. Хорошо. Нехорошая музыка, ой, нехорошая. Фонарик, бери фонарик. Ох, я надеюсь, что этот флешлайк у нас не разряжается. Будет любить это. По крайней мере, наш герой не потерял чувство юмора. Я бы здесь, конечно, просто напряженно молчал. Потому что жутко, что они говорят. Бери закрытый не откроется. Чей-то кирпич. Там кто-то есть? Нет. Это просто лошадки. Ну, давайте осматриваться. Здесь ничего. Но вот этот, я думаю, можно будет разбить, если у нас будет какое-то оружие. Запомним. Песочница. Даже песочница в этой игре выглядит жутко. И кроме того, кто мог на песочнице играть с пилой и отверткой. Не поддается. Что за машина? Ой, она влупилась. Хорошо. Такое ощущение, что просто здесь все покинули, потому что, видите, следы пребывания человека-то есть. Раньше, говорит, улицы были гораздо чище, но сейчас-то вообще, говорит, кошмар какой-то. Что здесь происходит? Склад номер два. Здесь не складывать вещи. Аптечки. Отлично. Меня это не радует ни капли. Раз есть аптечки, значит, есть кто-то, кто может отнять здоровье. Музыка, ты... Ты зря затихла. Это значит, что сейчас будет какой-то... Скример. Что ли. Отлично. Все просто, мазик, пропали. Я должен пробраться к автосервису. Мой босс должен быть здесь. Вернее... Ой, где-то там. Ну, хорошо. Туда мы и направляемся. Это место просто заброшено. Греха... Не открывается. И что такое? Куда же я... Через блок двенадцать написано на записке. Какого черта? Через блок двенадцать? Кто настолько долбанутый, чтобы оставлять записку, написанную кровью, на полу? Так, с помощью кнопки A можно читать по-новой. Ключ у нас есть, осталось его применить. Так, сохранились и пошли. Понятно. Так, ну что ж, пока без изменений. Идем назад, что ли? Офигеть, твою мать. Уважаемый. Уважаемый, вы порядки? Твою мать. Что-то мне уже эта вся затея не нравится. Так, куда нам этот ключ нужно? Офигеть. Вот и понятно было, что не откроется, да? Хорошо. А тут это было? Уф, так, короче говоря, давайте как-нибудь закрыться с другой стороны. У меня так, получается, вообще назад, далеко-далеко назад нужно идти, да? Тут вроде не откроется. А, вот, подошло. Дверь, на которую меньше всего думал, к ней и подошло. Закрыто. Закрыто. Запомним. Да чего жутко в этой игре. Но по сравнению с тем, что было в самом начале, это, конечно, детский сад все. Так, знаете что, давайте-ка мы нафиг на этом первую серию прекратим, потому что мне уже неспокойно маленько нужно передохнуть от нее минут пять, посмотреть мультики какие-нибудь там, или котяток, как кто-то. Ну, короче говоря, чуть-чуть передохнуть от нее, она как-то давит именно очень громкие, вот эти звуки неприятные. Но модификация, да, судя по всему, крайне хорошая. Она, конечно, не может сравниться, на мой личный взгляд, с Nightmarthouse 2, именно в плане проработки всего. Там вообще была практически новая игра. Ну, тут, конечно, тоже все очень хорошо сделано. Но маленькая вот корявость присутствует. И не может сравниться с CryoFirm по вниманию к деталям. Там малейшие-малейшие детали та была проработана. Здесь, если, например, ты ломаешь дверь, то там анимации, именно проламывание двери там не будет. Но, тем не менее, очень-очень высокий уровень. Так что, я думаю, это будет интересное прохождение, очень страшное, потому что уже в первой серии меня несколько раз успели хорошо напугать. Дальше, я думаю, будет только хуже. В принципе, давайте на этом закончим. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. С вами был Артур. Субтитры сделал DimaTorzok